Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Юлия. Вы на канале Рукоделие и путешествиях. Декабрь, зима. И хочу поговорить о планах на эту зиму. У меня на столе лежит кардиган. Это из осенней моей коллекции, скажем так. Из осенних планов. Вот с него я начинаю это видео, потому что этот кардиган переходит в зимние проекты. Моя тетрадочка, в которой я все отражаю. Значит, вот этот кардиган. Зима. Первый проект. Что у меня сейчас? Ну, я уже в нескольких видео его показала. Это для тех, кто не видел. Может, для новых зрителей. И повторюсь, для тех, кто уже знает и видел. Вязание сверху вниз. Реглан-погон. Сейчас у меня стадия рукавов. Простой жаккард из остатков пряжи. Я это все вяжу вот в такой цветовой гамме. Это внутри. Жаккард с протяжками. Классный, теплый, плотный. Какой-то такой получается. Немножко странный имеет вид. Но это только вид такой странный. Так он, в принципе, если его надеть, он смотрится прикольно. Значит, осталось мне здесь довязать рукава и планочки. Планочки будут широкие. Вот такого цвета. Сейчас этот у меня цвет здесь участвует в рукаве. У меня еще есть такая пряжа. Я, кстати, набор пряжи сюда не взяла. Я сейчас вяжу вот рукав двумя оттенками. Коричневый и бежевый. Ну, в общем, вот такой кардиганчик будет. Прикольный, классный, теплый. Как раз зимний. Так что я его заканчиваю. И это будет первый проект, который будет зимний. И я думаю, что я его закончу в ближайшее время. Он у меня называется кардиган объемный. Он получился не очень объемный. Ну, напишем кардиган из остатков пряжи. Я тут его изображала немножко по-другому. Это было в начале осени. Это было в сентябре. Вот так он у меня выглядел. Сейчас он у меня будет выглядеть немножко по-другому. Но это уже нюансы. Еще тут у меня нарисованы карманы. Но не знаю, буду ли я вязать карманы. Пока что это вот так, без карманов. Вот спицы 4,5. Здесь все правильно. Из толстой пряжи тоже все правильно. Тут достаточно толстая пряжа. Спицы 4,5 у меня здесь участвуют. Я использовала. И классно все это выглядит. Получается отпаренное тело изделия. Но не отпаренные рукава. Поэтому они такие немножко отличаются по своему внешнему виду. Значит, первое изделие, которое у меня идет в зиму, это этот кардиган. Дальше. Следующее изделие, которое я тоже не довязала осенью. Это из остатков пряжи. Это будет зима 2. Это вот такой джемпер из квадратов. Типа пэтчворк. Что-то как бы такого плана. Я здесь частично вот так связала. Здесь даже я придумала уже, что у меня здесь будет пройма. Но это пока что предварительно. Поговорительно на тот момент, как я взяла. Мне кажется, что я в ноябре к нему даже не возвращалась. Как-то я так быстро-быстро мне захотелось. Я его... В общем, вот так это выглядит. Швами наверх. Разные узоры. Я планировала, что это будет серо-бело. Такой бежевый вариант. В общем, вот так. Это зима 2. Из остатков пряжи. Типа пэтчворк. Белый, бежь, серый. Цвета тут будут у меня. Вот. Жгутики. Просто гладь. Рис. Просто гладь. Немножко с букляшками. В общем, вот так. Тут же, в принципе, много работы проделано. Но пока что вот в таком виде. Не возвращалась к нему долго. Наверное, месяц. У меня тут картинка нарисована. Здесь даже у меня есть жаккард. И все это. Но может быть, будет еще и жаккард. Пока это такой замороженный проект. Пусть пока он замороженным и будет. Дальше. Это осень. Это я уже связала. Это я уже связала. Синий джемпер, нулевой реглан. Есть такой. Я его уже начала вязать. Значит, это будет зима. Третий проект. Вяжу его. Он у меня. На стадии вывязанного ростка. То есть я вывязала вырез горловины. Пряжа здесь. Полумеринос, меринос, полухлопок, шелк. В общем, такой вот микс из бобинок. Я покупаю бобинки в остатках. И хорошие составы. И потом их просто сматываю так в клубки. И получаются классные такие миксы. Длина пряжи здесь, я думаю, что метров, наверное, 300. Где-то так. Может быть, 350. Вяжу на спицах 3,75. Пока что это выглядит вот так. Рукава здесь резинкой. Значит, здесь все поясню. Рукава. Рукава здесь будет резинкой 2х2. Здесь широкие регламные линии по 10 петель. Вот они выделены между маркерами. Резинка 2х2. И начинается с резинки 2х2. В общем, посерединке будет тоже резинка 2х2. Я тут нарисовала жгуты. Но, может быть, будут какие-то переплетения именно на резинке 2х2. А тут 3 полосочки лицевыми петлями по 2 петли. Ну, то есть, 14 петель посередине. Вывязан росток. Левый реглант. Насколько это видно тут на синем. Лицевая гладь по спине. Лицевые фрагменты лицевой глади вот тут по бокам. Ну, значит, вот это основная лицевая гладь. Здесь резинка 2х2. И, может быть, будут переплетения. Может будут, может нет. Пока так. Значит, микс, как я сказала. Хлопок полуминус, шелк полухлопок. Это все я замиксовала. Получились очень классные. Такого классного синего цвета. С таким блеском красивым. Клубки. Ну, почему? Потому что с 6-7 бобинок вязать одновременно не очень удобно. Бобинки такие, ну, там, до 100 грамм, может быть, 80-70 грамм. С метражом 1400 метров. Ну, это как раз получается, что если их все собрать, смотать в одну, там, бобинка может быть 1600-2000 метров метраж. И вот я их вот так смотала, и получился, в общем, классный микс. Вот. Значит, вяжу такой синий. Классный синий глубокий цвет. Горловина здесь не глубокая, не открытая, а такая закрытая. Я не люблю открытая горловина, но, в принципе, она растягивается достаточно. Вот. Синий. Это третий. Четвертый. Детский новогодний. Детский новогодний джейпер. Это будет зима 4. Показываю. Значит, у меня вот эта шапочка есть, которая эльф. И я решила к ней связать джемпер, к этой шапочке. Вот он, джемпер. С той же пряжи, с того же мериноса. И он будет с елочками. С елочками вывязан. Планирую, что тут будут пуговицы идти, как бы по регланной линии, и потом по телу для удобства, чтобы одевать было удобно. И здесь будут у меня елочки. Тут елочки-снеговички у меня изображены. Что касается рисунка узора, его можно найти в интернете. Я его нашла на Drops Design. У них в открытом доступе все модели, все рисунки, все расчеты. Я не брала их расчеты. Я сделала расчеты самостоятельно. На свою плотность, на все свое. Я только взяла картинку. Рисунок этой, назовем лопопейса зимний. И тут у меня будут елочки. Вот такой детский будет джемпер на новый кот. Вот к этой красивой шапочке эльф. Шапочка эльф есть на канале. Я ее вязала в прошлом месяце. Значит, детский один. Ну, пока один. Может быть, еще будет какой-то детский. Детский, не знаю. Дальше. Идея у меня такая. У меня есть серая пряжа. Махер и букле. У меня есть белый букле. Вот такой. Есть черный. Я уже сметала в клубок. Точно так же, как и синий из разных бобинок. Вот так вот бобинки. И я их сматываю. Просто потом перематываю в клубок. Значит, что? Идея какая? В общем, я хочу связать серый, белый, черный. Джемпера, свитера. Значит, начнем с белого. Белый. Белый будет, наверное, букляшка. Вот такой. И я хочу его связать, как у меня связан. Черный есть, необычная линия реглана. Вот такой резинкой. Вот точно так же связать белый. Только белый. То есть он будет такой красивый, нарядный. Немножко букляшка. И вывязать его вот это. И тут у меня 5 на 1. Может быть взять, ну, тоже 5 на 1 или 7 к 1. Или там 5 к 2 резинка. 5 лицевых, 2 изнаночных. Ну, как-то так. В общем, связать такой белый. Он-то будет очень красиво, нарядно. И классно. То есть белый, белый джемпер. Так. Это будет зима 5. Значит, это необычная линия реглана. Это вот так. Причем, я думаю, может быть, его связать как свитер. Или как... Ну, я пока что... Это же только план. Вот с такой линией реглана. То есть... Это будет... Ну, вот так. Вот. Белый. Сделать такие вертикали. Тогда это в белом будет хорошо смотреться. Это букляшка у меня... Что? Меринос 50%. 50% меринос. 50% полиамид. Тут метраж. 1000 метров на 100 грамм. Ну, допустим, добавить к нему шетланд можно. Потому что он по цвету сюда подходит. С шетландом смешать. У меня тут есть 200 грамм шетланда. В принципе, мне хватит. Но у меня есть еще вот такой, например, тоже. Полумеринос. Ну, вместе оно будет нормально смотреться. Это так выбивается, кажется, желтоватый. Но вот это же тоже не чисто белый. Это только такой... Ну, в общем. Сделать такой миксик именно с букляшкой. И связать вот такой белый джемпер. Напишу в скобках, что это букле. Плюс шетланд на шетланд. Какой-то метраж у шетланда 1600. Плюс шетланд. Ну, что-то такое. В общем, белый. В общем, я... Белый, серый. Серый, да, я еще показала. У меня еще есть букляшка серая и махер. Из него я вязала серый со жгутами. Но сейчас я хочу только махер. Сделать такая, типа паутинку. Паутинку я уже чуть ли не год собираюсь связать. Паутинка серый. Причем паутинка как бы с горловиной. Вот у меня есть такой с большой горловиной. Не то, что паутинка. Просто тонкий, махеровый. Он очень теплый. И с высокой горловиной такой, типа свитер. У меня есть яркий. А мне хочется вот в таком базовом цвете, в сером, связать вот из махера такой. Это махер. Махер, не махер. Спущенный меринос на полиамиде. Тысяча метров на сто грамм. Добавить сюда какого-нибудь мериносика, так же, как здесь. И связать там на три с половиной. Вот такой с высокой горловиной, широкой. Такой джемпер. У меня есть такой цветной, серый, типа свитер. Так, это у меня какой был зима? Пятый. Пятый, да? Это будет зима, шесть. Зима, шесть. То есть, так вот горловина большая. Она просто драпируется. Вот так. Здесь взять. И там у меня был вывязан реглам погон, либо круглая кокетка. Тут не имеет значения. И такой вот базовый, серый. Связать. Просто лицевой гладью. Тут у меня, по-моему, такие длинные резинки. Вот у меня вывязаны длинные резинки. А горловина связана просто лицевой гладью, не резинкой. Просто гладью. А резинки от манжеты. И внизу такие достаточно длинные сделаны обработка. Вот. И здесь, например, тоже сделать обработку такую. Большие такие манжеты. Или вообще сделать широкие рукава. И здесь, типа, тоже такую обработку. Вот так. Ну, я же говорю, либо реглам погон, либо взять круглую кокетку. Вот. Либо сделать чисто из махера, либо сделать полосочку с букле. То есть махер будет прозрачная полосочка, а букле будет забитая полосочка. Это такой же букле, как белый. Тоже полумеренов. Только серый. Тоже будет прикольно. То есть либо так, либо это будет махер. Либо плюс букле. Вот. То есть сделать вот так полосатик. Но тогда, может быть, не круглую кокетку делать, а вязать снизу вверх и делать полосочку. Вот. В общем, я хочу сделать серый. Базовые цвета будут. Серый, белый. Вот. Значит, серый, белый. Это шестой проект. Дальше. Седьмой, да. Зима. Семь. Ну, серый, белый. Куда же без черного? Черный. Значит, черный у меня вот тоже микс. Хоть таких пряжек бобинных. Я их уже смотала в клубок. Значит, здесь каждой пряжи 1400 метров на 100 грамм. Значит, это будет черный. 1400 на 100 грамм, 4 сложения. 1400 на 100 грамм, 4 сложения. Коста это 375 получается, да? Вроде как 375 метров на 100 грамм. Да, вроде так. Вот. И я хочу связать черный. Может быть, это будет свитер. Свитер. Может быть, это будет... Тут люрекс добавлю или пайетки. Что-то нарядное. И это, наверное, будет со жгутами или что-то такое. Что-то рельефное. Единственное, что надо связать образец. Еще нет образца. Например, да? Ну, не знаю, как свитер. Там белый свитер, серый свитер, белый. Хотя белый не свитер. Но я еще подумала. Черный, значит. Если это будет черный... Ну, условно, свитер. Пусть будет свитер. Нарисуем его. Черный, значит. Может быть, это будет японское плечо. Японское плечо, значит, это будет вот так. Например, да? Японское плечо. Зиночка. И здесь будет, допустим, посерединке жгут. Тут будут какие-то переплетения. Ну, то есть сделать его каким-то таким вот. Ну, не знаю, решусь ли я на это. Потому что черный так тяжело вязать. Но мне нравятся именно черные. Вот такие вот с жгутами, с переплетениями. Чтобы это было рельефно и объемно. Вот. Мне-то, в принципе, объем не нужен. По телосложению мне лишний объем не нужен. Но именно благодаря черному цвету это будет смотреться клево. Вот, мне кажется, что в черном это будет классно. В общем, пряжа у меня достаточная. Вот такие клубки намотала из бобинок. И мне кажется, что что-то такое. Ну, в общем, черный, белый, серый. Это базовые цвета. И синий у меня уже в работе. И что еще? Еще одна фантазия. Зимняя фантазия. Это было седьмое и восьмое. Зима восемь. Это будет мужской свитер. Мужской свитер. Лапопейса. У меня есть идея. Вот у меня есть разные остатки пряжи. Серо-синий. Я думаю, серо-синий-черный какой-то такой. Может быть. Может быть. Белый. Туда, конечно, можно добавить в небольших узорах. Будет классно. В общем, это тоже у меня бобинки разные. Тут что-то смотано, она что-то перемотана. Я насобираю. У меня в этих оттенках полно всяких серых. Видела очень классный узор. Он геометрический. Он не какой-то орнаментальный. Не орнамент. Ну, может быть. Будет и орнамент, кстати, да. Но только тогда нужно выбрать какой-то многоцветный либо вязать вот это, как у меня связан кардиган. Но я видела прикольный. Сделанный такими... Сейчас. Я видела и мужские, и детские. Вот такими как бы находящие друг на друга. Вот так. То есть геометрические такие вот. Значит, в чем идея? Двумя цветами вяжутся. Потом подключается... Один цвет заканчивается, подключается другой, но он переходит там как бы в следующий цвет. То есть все время вяжется двумя цветами. Вот. Вот. Ну, эти два цвета. Один из цветов потом меняется на другой, и получается, что он так вот в один цвет входит в следующий. очень интересный. Это у меня там есть сохраненные картинки. Я не знаю, может быть, это есть описание. То есть вот так, как кирпичики они. Ну, естественно, что в момент перехода цвета тут добавляются петли, и постепенно эти штуки, они расширяются. Эти фрагменты. вот так. Кстати, можно и себе такое связать. Вот. То есть вот так. Тут они расширяются, расширяются, расширяются. Вот так, вот так. Ну, в общем, до определенного момента я тут уже нарисовала сильно много. А, это сильно далеко я уже убежала. Ну, в общем, вот так. Может быть, и женская тоже вариант. Но я видела это именно в мужской. В мужском, причем, цветовая гамма была зелено-коричневая. Вот тут была сна зеленая, а тут разные бежево-коричневые оттенки. Вот так. Можно так и до конца вязать, но это будет, мне кажется, очень креативно. Так до конца вязать. Ой, что такое? Немножко неравномерные рукава получились. Ну, в общем, вот так. Значит, цвета здесь синий, серый, белый, черный. Вот. Как вариант, может быть, начну, но это очень большая работа, конечно, вязать такой проект. Значит, вот такие у меня планы. Если все как бы подытожить, значит, у меня будет в базовых оттенках. В основном все белый, серый, черный, синий. Вот. Все будет в таком, в таких цветах, я планирую. Пока. На данный момент. Вот. И модели, в принципе, будут базовые. Все свитера, джемпера и все, что я задумала. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.